этот ролик это нарезка разных интересных фрагментов из жизни джона леннона там где требовался перевод я его как смог сделал и хотя эти видео лежат в открытом доступе я думаю многие из вас увидят это впервые в жизни подписывайтесь на канал и если не трудно поставьте пожалуйста лайк спасибо мне очень приятно приветствовать молодого автора из ливерпуля вы кстати первый писатель из ливерпуля которые в жизни круто ваша первая книга продалась количестве 350 тысяч экземпляров это верно это верно и мне сказали что вы привезли троих своих друзей да это джордж парасон ринго стоун пол мачалми твоя книга тебе помогала или ты мешал легко ли было писать ее никаких трудностей для меня это да но я имею ввиду книги пишутся очень приятно сначала я прочел рецензию митературным часе а затем и прочел саму книгу и мне показалось что ты писал под влиянием джеймса джойса нет он не влиял джеймс тюарт джеймс тюарт и бетти грейбл да а в любом случае я уверен что наши шведские зрители хотели услышать как вы читаете одно из ваших стихотворений с радостью славный пёс начал гав гав глядите вот бежит косматый наш дружок гав гав фонарный стол он наросит а подожди там есть и лучшее сейчас а вот вот это вот отличный кусок вот такая встреча с молодым писателем из ливеркуля который определенно имеет талант литературе вот 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 У нас не было никакой охраны, просто один из наших помощников сказал, что в наших садах бродит парень, не агрессивный, он просто не уходит. Джон постоянно переживал за таких. Он чувствовал свою ответственность, ведь все эти люди были результатом его песен. Джон это понимал. Мои песни могут иметь отношение к вашей жизни. Легко. Вот мы встретились, вы знаете, что я обычный парень, который пишет вроде как правильные песни. Неразборчиво. Парень, ты будешь долго нести ответственность за свои песни. Мои песни принадлежат всем нам, я как реотранслятор. Принадлежат-то они всем, но исходят они только от тебя. Поймите, не ищите в песнях буквальный смысл. Я просто игрался со словами, с рифмами. Я имею в виду, Дилан делает то, что никто больше не делает. У него на самом деле глубокий смысл. А вы просто берете слова, перемешиваете их и снова составляете вместе, ища какой-то смысл. В своем последнем альбоме я выхожу из своего сна, своей мечты. Можно всю жизнь продержаться на мечте. А потом? А потом все закончится. О ком ты думал, когда писал свои песни? Можешь не отвечать, но о ком-то ты же думал, когда сочинял эти стихи. Я думаю о себе, о Йоко, если это песня о любви. Я хочу сказать, что у меня может случиться радостная херь однажды утром. И рождается идея, чтобы я не пел обо мне, о своей жизни. Знаете, если это имеет отношение и к жизни других людей, это нормально. Вы голодны? Да. Пойдемте, найдем что-нибудь перекусить. Удивительно, но через год тот же парень снова встретился с Джоном. Он задал ему вопрос про песню «Революция 9», и где делись остальные 7 версий. Это был Нью-Йорк, 1972 год. И знаменитое интервью благодаря Форесту Гампу. В фильме вместо Йока как раз таки сидел Форест Гамп. Джон ответил, что первая версия была медленно и вошла в альбом. Потом была вторая, быстрая. И еще третья версия, еще быстрее. Но все версии не понравились битлам, и они все эти версии забраковали. Кроме первой, она была на белом альбоме. Второй, она вышла на сингли. А девятая, это личный каприз Джона. Ну, очень условно я все это пересказал. Но я поделал с Гампу, но я взял на сингли. В студии не было ни, ни. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, думаю, что за пять лет три хита у нас точно было Мы с Артом делали три хита за день Ну, мы немножко медленней Но весь наш брак прошел под ваши ребята песни Ваша музыка описала весь путь нашего брака Всю нашу историю Каждую ее секунду А мы начали встречаться под песню «Я хочу держать тебя за руку» И закончили разводом на песне «Мост над неспокойной рекой» Трогательно, трогательно Да, ну ладно Ну и в конце небольшой отчет про этот коронавирус Ну мало ли вам интересно Я из Минска, Беларусь И Беларусь, наверное, единственная страна в мире, которая полностью этот вирус игнорирует Нет никаких карантинов, комендантских часов, практически нет заболевших, по крайней мере официально На самом деле коронавирус просто не диагностируют, а в случае чего пишут «пневмония» Беларусь единственная страна в мире, которая не остановила свой чемпионат по футболу Хотя футбол у нас никакой Никакой паники нет Люди, конечно, опасаются кашляющих в масках Но в целом все так же Может, мы бы и хотели объявить карантин или типа того Но это очень дорогой флеш-боб И у нас тупо нет на это денег В интернете и по телевизору идет вялое информирование населения об этом всем Наша телевизора заберила ролик про взрывающуюся бабушку Мне он понравился креативно Будь здорова, внученька Спасибо, бабушка Во время весенних каникул оградите пожилых людей от прямого контакта с детьми Они могут быть носителями вируса COVID-19 Напоследок дам небольшой совет заболевшим или людям с проблемными легкими Купите себе увлажнитель воздуха Это дешево И поддерживайте комнате, где вы находитесь Постоянную влажность от 40 до 60% Вам совершенно точно станет легче дышать Подписывайтесь на канал И если не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк Спасибо Спасибо